и кай темпу подкаст с талантами в центральной азии об отношениях выборе проявленности я сани и ман учитель китайского языка и проектный менеджер веду блока творчества и саморазвития начнем всем привет я сани и ман веду блока творчества и саморазвития а также этот подкаст который теперь называется и кигай темпо сегодня у меня в гостях ширин каримова я на самом деле это классная такая возможность показать сегодня как девушка приехала в чужую страну в ней начала развиваться проявляться на самом деле стала публичным человеком потому что уже почти год я постоянно вижу вас везде ширин каримова коуч я скажу от себя это человек который помогает женщинам идти и находить свой путь по-разному да можно сказать каждый в своем темпе и в каждом своей в своем какой-то какой-то локации находится но как бы еще что не немаловажно это то что вы прям за ручку берете и так очень бережно очень нежно ведете что из последнего это то что вы начали марафон путь к себе ценная я да то есть ценная я потому что раньше был путь к себе это был тренинг будет путь к себе это моя оффлайн программа на которой я была до ценная я сейчас марафон у вас есть классные дневники дневник благодарности и дневник дневник познакомься с собой и сам это вот пока первый такой дневник я пока таких не видела аналогом это дневник в котором прямо 7 разных разделов и каждый из этих разделов там очень конкретный шаг на пути к себе битом в этом же дневнике можно проработать обиды в этом же дневнике можно выписать свои сильные стороны написать план жизни в общем 7 таких разделов где мы знакомимся с собой и это такой прям очень личный дневник который но по моим расчетам где-то год-полтора его можно вести то есть он такой надолго слов классно я объяснила со своей точки зрения как я вас вижу да но хотелось бы чтобы вы правильно как-то представились назвали дачу большое за такое представление всем привет меня зовут ширин каримова я эксперт в психоанализу личности можно номеролог я коуч и я куратор сообщества код публичности анна мавричева в узбекистане и я человек который приехал в узбекистан пять лет назад не знала никого кроме своего мужа и на сегодняшний день я курирую сообщество где полторы тысячи человек я публичная и меня узнают я своими программами могу трансформировать жизнь женщин и я точно знаю что важно сделать какие предпринять шаги чтобы найти себя реализоваться и жить в любви к себе супер ширин я еще хочу очень важную вещь отметить это то что вы проводите коуч сессию и плюс делайте вот матрицу это как раз я почему об этом говорю потому что я все это на себе испробовала когда вы отправили мне вот матрицу мою и плюс еще как это расшифровали да и и я как говорю всем девочкам моим подружкам груз слушать и там такая матрица и мне на полдня ширин отправляла аудио который я слушала раза три все на самом деле это такой такая возможность людям особенно вот если например это девочки молодые понять в какую сторону как бы в каком направлении развиваться в чем они сильные в чем слабые что развивать больше в чем как бы может быть им нужно наоборот немного расслабить свои да какие-то да да и очень часто спрашивают ширин можно ли к тебе попасть на коучинг я отвечаю нет потому что я беру исключительно тех кто у меня был на матрице когда то есть я три года назад начала консультировать по матрице и вот только как полгода я консультирую как коуч и почему я на коучинг беру только тех кто по матрице потому что в коучинге мы так или иначе исследуем цель да мы понимаем что хочет этот человек к чему он хочет прийти провоцируем творческие процессы для реализации до поставленной цели и не понимая потенциал человека на это уйдет больше времени то есть если бы вы пришли ко мне на коучинг и если бы я не понимала тип вашей личности у меня бы ушло больше времени чтобы понять ваш стиль жизни чтобы понять а как для вас комфортно да то есть условно понимая ваш сектор энергия понимая ваш темперамент уже очень много вопросов почему так отпадает да и в принятии себя появляется очень много ресурса движения к своей цели то есть условно женщина отстает от себя понимая что блин то что она очень много лет хотела в себе исправить по факту оказывается неотъемлемой частью и личности и вот на вот этом вот принятие себя своих слабых сторон своих сильных сторон происходит вот это вот ускорение да вот этот вот какой-то такая скорость получается когда женщина принимает себя она говорит а теперь я понимаю как этому прийти можно быстрее да не не игнорируя какие-то свои части не пытаясь казаться тем кем ты не являешься на самом деле а вот очень в природной своей такой среде это то же самое вот что когда ну например я по себе да помню когда я тыкалась туда и сюда и на самом деле чувствовал вот этот расход своего ресурса но нету результата и когда я пропоняла после матрицы то что зачем я туда вообще тычусь если это не мое это сразу как такой знаете как прыжок через такую такой болото как в которой не хочется попадать с марио да 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 тебе сейчас надо передано через этот грибочек это классно это такая большая помощь многие ходят психологом многие ходят коучем и стараются вообще развиваться когда вы приехали сюда узбекистану приехали с россии да но там же из москвы да это как вы сказали вы здесь никого не знали я часто у меня девчонки кто приезжают и никого не знают они говорят у нас был стресс у нас была депрессия мы пока адаптировались как вообще прошел этот период адаптации и как появилась узнаваемость здесь отвечу на первый вопрос я к этому готовилась то есть муж переехал и я переехала через полгода то есть на момент моего переезда мы уже понимали где мы живем как мы живем и я онлайн уже искала себе работу то есть зная себя зная что я такой прям трудоголик что мне очень важно быть в чем-то я никогда не сидела дома ну разве что месяц после свадьбы когда я там до в новой роли обживалась адаптировалась и я понимала что если переезд ташкент все-таки состоится мне надо куда-то пойти работать и вот я сидя в москве через хэдхантер нашла себе работу онлайн прошла это был восемнадцатый год как раз то время онлайн не такой бы да то есть это сейчас очень много кадровых агент на тот момент когда я забивала работа ташкент ничего не вышло и мне даже не было знакомых через которых я могла бы попросить найти мне работы то есть я все это делала сама благо компания в которую я трудоустроилась позаботилась о том чтобы он их вакансии были представлены на хэдхантере и я прошла первый этап собеседования получается так что я прилетела и через 10 дней вышла на работу уже и уже там я начала как-то до выходить вот в эти вот коммуникации со своими сотрудниками в чем вы были раньше какой сфере я всегда работала в международных компаниях аналитиком то есть это селс анализ это трейд маркетинг анализ и и вот вот такой симбиоз продажи маркетинга у меня я там специализировалась и также я работала здесь то есть москве я работала в таких компаниях как рейкенбин кизер это нурофен стрепсилась потом я работала в киндер это было просто ухо не моей мечты до феррера киндер и мне было очень тяжело уезжать в неизвестность в новую страну но тем не менее я понимала что очень хочется быть семьей быть с мужем поэтому я вот как бы переехала сюда и и знаешь очень важно в такие периоды прям вот быть во взрослой позиции потому что тогда я очень много жертвила вот я как раз об этом хотелось а то есть очень много было историй когда моментов когда я перекладывала ответственность на мужа типа вообще-то я сюда из-за тебя приехала ну-ка давай сделай меня счастливой давай развлекай меня не за этом видишь вот мне не с кем общаться да и все что мне не уда мне не удавалось я прям вот прям кидала огромными булыжниками в сторону мужа до тех пор пока вот не дошло ну конечно это дошло через болезни через боль когда я поняла что блин но он просто хотел сделать как лучше да и если мы переехали сюда по его работе это не значит он должен мне 24 на 7 развлекать все таки я уже взрослая женщина и надо нести ответственность за свой выбор самостоятельно меня никто здесь на не за этом бандеролю сюда не отправил я своими ножками сюда приехала и будь добра теперь неси ответственность за свой выбор за то чтобы тебе было комфортно в новой стране и по чуть-чуть по чуть-чуть я вот адаптировалась у меня уже появлялась какая-то сетка контактов через работу плюс я работала в таком отделе где надо было очень часто ездить на переговоры и несмотря на то что не знал узбекский язык мне как бы удалось зарекомендовать себя работодателю так что мне доверяли очень хорошие проекты и как я вышла в публичность это была пандемия я понимала что надо что-то менять в своей жизни и тогда была очень неприятная ситуация я застряла в москве вопросы по здоровью я думаю блин еще если помнишь тот момент очень многие говорили что все мы находимся во время перехода да выживут только те кто там было страшно да да там тогда уже началась вот эта тема с вибрациями да что смогут дальше прожить те кто-то нашел себя до прокачаны и я такая так 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 у меня случилась паника что блин по факту да я вообще не работаю над собой да я там не знаю свой потенциал не знаю свои сильные стороны и началась вот это вот эстафета знаешь по всем астрологам нумерологам расскажите же где же мои сильные стороны и и тогда вот как один все начали говорить о том что мое предназначение в том чтобы быть в кругу единомышленников мое предназначение в том чтобы вести за собой людей я такой неформальный лидер я подумала блин а как я могу это сделать то есть где я возьму этих единомышленников я же ташкенте никого не знаю и во всех этих рекомендациях от астрологов от кармических но у кого я только не была за пандемию и они все рекомендовали выходить публичность ну то есть типа вот там ты ведешь свою страницу и твои подписчики по факту это твои единомышленники которых ты можешь за собой вести и такая господи да что я могу им дать вообще но я увлекалась уже нумерологии но стеснялась об этом блок не вела нет 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 ты что я тебе больше скажу ты знаешь я настолько была в этом смысле закрытым человеком что если у меня было 215 подписчиков должно было быть 215 подписок у меня была excel табличка где я писала всех кто на меня подписан и каждую неделю отслеживала это человек отписался от меня отписался значит на одну цифру стало меньше ну вот я была прям супер вот вот закрытая и там опровела подписки через 7 фильтров то есть как я сейчас стала публичной для меня самой огромная загадка и я потом открыла страницу думаю ну раз уж надо выжить пандемию и раскрыть свой потенциал чтобы я не умерла ладно ладно давай пойдем в раскрытие чего-то там предназначение я открыла свою страницу и думал ну чё я могу рассказывать буду рассказывать про excel а меня на работе называли королева excel потому что я очень быстро могла систематизировать данные анализировала знала все формулы то есть мои excel таблички выглядели как 1с я думаю буду рассказывать про excel я еще тогда такая блин да про excel никто не ведет никакие страницы а это же очень востребовано для тех кто в офисе и потом меня как-то вот унесло в нумерологию я поняла что тема excel меня не зажигает но тем не менее я стала все больше получать обратную связь от подруг что блин ширин вот и мне тогда по дате рождения сказала и да я реально я отстала от себя я начала принимать себя я по чуть-чуть начала об этом рассказывать историю типа вот есть excel это какой год 20 вот есть excel но вот я еще вот этим увлекаюсь и что-то как-то знаешь а давай мне тоже а давай мне тоже и вот как-то вот это родилось исключительно из какого-то любительского уровня и плюс тогда я наблюдала за анной мавричевой за сообществом что-то они там все делают на этих мастер-майндах и думаю блин почему же у нас нет этих мастер-майндов это же очень круто могло бы объединить девочек но я не решалась стать куратором потому что думала мало ли сейчас кто-нибудь еще захочет стать куратором тех лучше дам эту возможность местом я-то вообще в любой момент могу уехать я тут там птичка временная и вот от такого уровня ответственности я все не могла взять на себя роль куратор ответственность это моя тема да 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 ну типа я сейчас начну развивать а потом нам придется вернуться в москву и тогда это будет вообще не резон но потом когда вот все-таки я поняла что мне самой не хватает нового окружения у меня везде в списке желаний было хочу общаться с классными девочками чтобы нас прям зажигали общие масштабные цели ну и вот так я стала куратором и как-то вот это вот все вот в один период так завертелось что я их публичность вышла и куратором стала и мастер-майнда стала вести и вот тогда три года назад условно да уже три года три года это было всего лишь там три человека которые пришли и сказали ширин давай сделаем мастер-майнд и на сегодняшний день что у нас июня июль 23 года и это полторы тысячи человек со очень активных очень активных мы делаем очень масштабные мероприятия 200 150 человек последний был форум с участием самой анны на 500 человек и в целом я конечно понимаю что если бы не моя любовь к тому что я делаю скорее всего меня бы не получилось все сделать потому что ни в одном из того что я имею сегодня не было стратегии не было планов то есть я знаешь я не предпринимала шаги чтобы меня это масштабировало то есть вот я два года назад год назад полгода назад вот я принимала решения исключительно как так будет я могу да могу не ты интересно да интересно давай почему бы почему бы и да почему бы да и вот я Я просто стала говорить себе да, 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 и вот это привело меня вот сюда. То есть если оглянуться назад, я тебе точно могу сказать, что не было в планах прийти сюда. То есть это не вот это, когда ты сидишь, просчитываешь, так, я сейчас делаю вот так, потому что потом у меня будет вот так. То есть ты захотела, раз, да, сказала, получилось, и дальше следующая ступенька. Ну, конечно, сейчас уже для того, чтобы удерживать этот уровень, для того, чтобы не скатываться, для того, чтобы поддерживать себя в ресурсе, для того, чтобы делать запуски, для того, чтобы масштабировать свои продукты, уже включается, да, там, работа с командой, работа с продюсером, какая-то стратегия по моему контенту, да, но только так. Я никогда не дружу с людьми только ради выгоды. Ну, вот я могу разделять, знаешь, там, связи на рабочие и бизнесовые. Я понимаю, что если мы работаем вместе, то это бизнес-общение. Если это личное, то это личное, но у меня нет такого, чтобы я специально выискивала человека. Ну, я просто знаю, что так бывает, и это не хорошо и не плохо, но так бывает. И я поняла, что если бы я еще включала бы сюда вот это вот стратегическое какое-то знакомство, ну, может быть, я бы сейчас добилась бы еще больших результатов. Но я честно себе отвечаю на вопрос, что я очень хочу все делать от души, знаешь, вот искренне. Потому что душа, она в любом случае чувствуется, даже через экран, даже за тысячи километров. А когда ты видишь в человеке-таки только сухой просчет, знаешь, из серии, да, давайте познакомимся, я могу вам быть полезна этим, вы мне можете быть полезны этим. Поэтому вот это вот какое-то взаимное юзание друг друга, оно мне не откликается. Я хочу еще углубиться в ведение твоего блога. Последнее время очень много как раз ты рассказываешь о том, какие были страхи, твою точку А и к чему ты сейчас пришла, точка Б. И то, что ты пишешь, это настолько по нашему региону, центрально-азиатскому. В принципе, вот о чем, да, пишется там, о чем ты пишешь? О том, что были страхи, была вот эта вот детскость, да, какая-то инфантильность. Ну, смотри, я же родилась и выросла в Таджикистане, да, то есть я закончила школу в Таджикистане. Почему я так боялась переезда в Ташкент? Потому что я понимала, что такое женщине расти и развиваться в патриархальном обществе. То есть как ни крути, this is the man's world, да, ты с этим ничего не сделаешь. Урбикистан точно. Да, ну, Таджикистан в том числе, да, и как бы столько много чего женщина должна, да, она должна в семье. И чего не должна, да, и чего не должна, да, то есть в целом восточные женщины растут под таким вот куполом. Запрета. Тебе нельзя носить короткие юбки, тебе нельзя это, тебе нельзя то, пятое, десятое. И я очень боялась и в целом очень во многом винила эту среду, да, что типа я не такая успешная, как западные женщины-миллионерши. Потому что вот я там в терапии все прорабатываю, то, что мне было нельзя. Но с другой стороны, мне кажется, что переезд в Ташкент случился для того, чтобы окунуть меня заново, да, вот в этот вот менталитет, в мои же корни, восточные корни, и показать, что даже здесь можно развиваться. И я своим путем, своей историей хотела показать, что всегда есть выбор. Ты можешь в ограничивающей среде найти тысячи причин, почему тебе нельзя. И у тебя есть другой выбор. Из этих тысячи нельзя найти одну причину, почему тебе можно, ухватиться за это и делать максимально все, что ты можешь в рамках твоих возможностей, в рамках твоего потенциала. И я, конечно, мне было не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Плюс моя ценность номер один – это семья. И каждый раз, когда я иду в свое развитие, в свой рост, я каждый раз это делаю максимально комфортно для моей семьи в том числе. То есть я как бы понимаю, что мой приоритет номер один – быть в гармоничных отношениях. И я никогда не делаю то, что супер не понравилось бы моему мужу. То есть мы во всем советуемся, я во всем заручаюсь его поддержкой. И только тогда, когда у меня есть поддержка семьи, я понимаю, что это тот фундамент, от которого я могу взлететь куда угодно. Потому что в сопротивлении мы сливаем очень много энергии. И если даже где-то семья меня не поддерживает, я не говорю «нет, я все равно это сделаю». Я думаю «ага, как мне сейчас надо договориться, чтобы это получить?» То есть я очень люблю вот эти вот вызовы, которые я бросаю самой себе. И до сих пор есть моменты, где муж может мне что-то не разрешить, где он может быть против. Я думаю «так, сейчас мы тебя уговорим, сейчас мы с тобой поговорим». И я через объяснение того, почему для меня это так важно, я заручаюсь его поддержкой. То есть не так, что «я сделаю и все, и точка». А я понимаю, что значит он недостаточно понимает, почему я этого хочу. А мы очень любим друг друга. И я знаю, что для моего мужа мой комфорт очень важен и ценен. Когда он видит, что я реально это хочу, он говорит «так, как я могу тогда тебя поддержать?» И если вдруг нас сейчас смотрят девушки и женщины, которые очень хотят поддержку от семьи, объясните им, почему для вас это так важно. Попробуйте поговорить от себя. Не так, что ты меня никогда не поддерживаешь, а «слушай, дорогой, вот знаешь, я хочу вот так, потому что в дальнейшем я вижу свое развитие вот так». Вот прям разложите по маленьким полочкам, молекулам, почему для вас это важно. И оставьте ему право сказать вам «нет», оставьте им право не поддерживать вас. И даже вот в этой неподдерживающей среде найдите в себе ресурс саму себя поддержать. Потому что через год вы на 100% будете благодарны всем, кто не поддержал вас сегодня. Потому что вы найдете в себе силы поддерживать себя саму. И главный секрет исполнения всех целей, реализации ваших целей – это вера в себя. То есть если у вас есть цель, и если вы сами верите в эту цель, у вас тут никто и ничто не останавливает. Кажется, 100%. Саня, у тебя такой красивый чапан. Он, по-моему, шелковый. Это шелковый чапан. Он винтажный. Онлайн Узбекистан доставляет такие чапаны в Казахстан и в Кыргызстан. Очень красиво. И вот я тоже периодически у них заказываю. Очень. Особенно вот эти вот вставочки. Да, вот вставочки. Я просто помню, моя бабушка очень любила такие вставочки. Знаешь, там на штаны, на вот эти вот манжетики. Точно. Это прям вот. И вот здесь вот именно сама классная такая вот подкладка. Да, вообще очень круто. Очень красиво. Очень красиво. Онлайн.Узбекистан. Еще хотела о чем важном поговорить. Это проект Восточная женщина тоже, кстати. Я думаю, это классный проект. Я не знаю суть, потому что, я насколько понимаю, это еще не так анонсируется. Да, да, да. Но даже само название, да, то, что это Восточная женщина. Конечно, гибкость Восточной женщины, мне кажется, как раз таки об этом, да, вот сейчас, особенно после твоих слов, говорится, наверное, об этом, правильно? Да, да, да. У меня просто скоро тоже будет серия интервью с Восточными женщинами, которые смогли, развиваясь и живя в Узбекистане, добиться хороших результатов. Они успешны. И для меня успех – это понятие суперастяжения. То есть для меня даже женщина, которая в декрете, но тем не менее, да, там, она счастлива в семье, ее поддерживает муж, и она там, ну, условно ведет СММ-проект, она может зарабатывать онлайн. Для меня это тоже успех, да, потому что в семье она смогла договориться, она смогла реализоваться. Также для меня успех – это проявленные женщины, кто ведет свой блог, кто проявляется, кто ведет прямые эфиры, выходит в сториз, продает свои услуги. То есть в моих сериях интервью будут абсолютно разные женщины, каждая успешная по-своему. И я хочу на их примере показать, что возможно все. То есть это особенно направлено на тех, кто оправдывает себя Узбекистаном, да, типа я вот не развиваюсь, потому что я живую, развиваюсь в Узбекистане, но даже здесь все возможно. Супер. Ширин, что счастье для тебя? Для меня счастье – это когда ты улыбаешься. Счастье, на самом деле, это очень короткий промежуток, да, то есть это такое состояние, оно не бывает долгим, и это, мне кажется, нормально, в этом и весь кайф, да, что вот ты раз ловишь, это вот такой выплеск дофамина, и ты такой прям счастливый. И для меня счастье – это когда я смотрю на себя в зеркало, и я рада тому, кем я стала, когда я выросла. Я просто помню, в детстве я часто могла прийти в ванну, вот я очень хорошо помню этот момент, мне 14 или 13 лет, я захожу в ванну, смотрю на себя в зеркало и говорю, блин, а кем ты будешь через 10 лет? И я вот прям мурашки по коже. Знаешь, я вот взрослела и каждый раз понимала, что быть взрослой – это такая ответственность, я прям так хочу стать тем, кто будет делать меня счастливой. И вот для меня счастье – это когда я смотрю на себя в зеркало, и я понимаю, что я реально стала тем, кем хотела, когда я вырасту. Потому что согласись, столько сочинений в школе, сочинения кем ты станешь, когда ты вырастешь, но это не про профессию. Да, но для меня сейчас это не про профессию, для меня это про твой внутренний потенциал, насколько ты его раскрыла, насколько благодаря тебе этот мир становится лучше, насколько ты сама можешь нести ответственность за свою жизнь. И я когда-то давным-давно была на одном тренинге, где сказали, вы можете сейчас прийти, и я знаю, что все ждут от тренера какого-то чуда. Но я хочу вернуть это чудо вам и сказать, что в этой жизни есть только один волшебник, и это ты. И вот для меня вот счастье – это когда я исполняю свои желания, для меня счастье, когда я балую себя, для меня счастье, когда я вижу изменения в лицах женщин после работы над собой, когда я понимаю, что я хоть как-то могла быть причастна к их результатам. Ну и, конечно, для меня счастье – это семья. Когда мы с мужем куда-то ездим, когда мы путешествуем, или когда мы, знаешь, просто валяемся и ржем. Но для меня счастье – это какие-то такие ежедневные мелочи, из которых состоит большое полотно. У нас мало времени осталось, но я хочу очень важную такую вещь сотронуть. Есть ли у вас в семье ритуал, который вы стараетесь постоянно проводить раз в год, может, раз в месяц или каждый день, но который именно ваш семейный? Да, ты знаешь, когда у нас отношения были прямо на грани, я прочитала у одного психолога, что традиции очень сближают пары, поэтому вот тоже такой вам лайфхак. Если вы очень хотите какие-то такие якори, о которых знаете только вы, вот прям внедряйте традиции. Традиция номер один раньше была – завтракать по выходным вне дома. Классно, да. То есть мы постоянно были дома, редко ходили по кафешкам, а сейчас в силу моей занятости мы так редко едим дома, что теперь появилась традиция по воскресеньям ужинать дома. И я понимаю, что это язык любви моего мужа. Когда я готовлю, для него это язык моей заботы и моей любви, и поэтому какой бы ни был график, одна из традиций – это хотя бы раз в неделю прям собираться за столом, салат, вот первое, второе. Даже если мы это не съедим, но очень важно ему, чтобы, знаешь, за столом было много еды. Что вот это вот изобилие какое-то. Это по-мужски, да, мужчина – это важно. Да, им это важно. И еще есть одна маленькая традиция, о которой знаем тоже только мы. Каждый раз… И теперь им теперь все. Да, теперь им теперь все. То есть если я знаю, что у него какие-то важные переговоры, я прям пишу им очень такое вот большое сообщение о том, как я в него верю. Я подчеркиваю, какие у него были достижения. Я ему показываю, что ему удалось получить и достичь благодаря его каким-то сильным качествам. И я вот вижу свою такую вот роль, такую вот, знаешь, вдохновительницу. Муза такой, да? Да, 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 да. Я вот прям пишу такие сообщения, и я знаю, что вот он прочитает, он вот так зайдет на эту встречу, и у него точно все получится. Классно. Секретик. Секретик. Здесь вообще очень много секретиков. Спасибо большое. Спасибо тебе большое за приглашение. А теперь мы попьем чаю. Да, рисовый чай. Это японский рисовый чай. Фурусато. Спасибо большое нашему этому заведению. Прям так, с такой заботой. Да, здесь очень красиво встречают, очень красиво провожают. Таким приветствием японским. Очень красиво между собой разговариваются с японскими фразами. Поэтому это прям такая эстетика. И хозяин сам японец. Да, и он сам все контролирует здесь. У них в двух странах рестораны в Кыргызстане, и вот в Узбекистане как год уже открылся. Поэтому наше любимое это место. Атмосферное заведение, знаешь, особенно когда там присутствует этника, и когда вот прям в таких мельчайших деталях. Я заметила, как они наливали чай, и он рассказал, что это рисовый чай. И я такая, ооо. Когда ждала нашего эфира, такого выпуска, я была уверена, что ты дальше на самом деле много-много таких лайфхаков, как быть гибкой, любящей женщиной, женой. Спасибо большое. Потому что я вижу, что ты транслируешь это именно в Инстаграме. Ты знаешь, я бываю разная. И вот у меня сейчас тоже такой этап принятия себя, принятия своей такой разности. Потому что когда мы только идем в публичность, мы показываем только свои такие, знаешь, яркие стороны, такие лучшие стороны, такой, знаешь, синдром хорошей девочки. На самом деле я еще могу быть жесткой. То есть я могу там, например, очень серьезных навешать люлей. Я могу как-то взбодрить человека, дать прям по жопе, типа, отчинись. И я разная, да. То есть насколько я могу быть мягкой, настолько я могу быть жесткой. Насколько я могу быть целеустремленной, настолько я могу прокрастинировать. И мне кажется, что вот этот вот икигай, о котором ты говорила, он вот как раз в принятии вот этих вот полярностей. И это не про то, что у тебя биполярка, да, а это про то, что ты действительно в зависимости от компании, в зависимости от среды, бываешь разной. Я очень благодарю тебя за приглашение. И хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы посмотрели до конца. И я искренне и от всей души каждая желаю раскрытия своего потенциала, принятия всех своих сторон, и слабых, и сильных. И вот прям каждый день хотя бы 10 минут выделять только себе. И это действительно тот маленький ритуал, который вы можете сделать для себя. И постепенно-постепенно это в вас вот взрастит вот эту вот привычку, да, что если что-то не так, если кризис, если какой-то там дисбаланс, вы раз вот эти вот 10 минут в день направляете на то, чтобы восстановиться, быть наполненной, вернуть себя в ресурсное состояние, и вспомнить, что вы самый главный человек в вашей жизни. Это точно. Спасибо. Вера в себя. Спасибо. Спасибо.